здравствуйте 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 дорогие любители видео путешествий в эфире снова новости топоса и сегодня я расскажу вам массу интересного о новых экскурсиях у нас о новых лекциях новых трансляциях на топос тв но прежде всего хочу поблагодарить тех из подписчиков моего канала кто понимает что эти выпуски это не просто реклама это не желание кому-то что-то во что бы то ни стало продать и впихнуть это то чем собственно живет семья мусан леви сегодня из дни в день это наше небольшое пока что совсем небольшое но свое дело сайт который дает возможность путешественникам путешествовать в локдауны да и изучать мир тем у кого нет денег поехать вдруг заграничные прекрасные страны также дает возможность изучать родную россию потому что на топосе очень много экскурсий по россии сегодня как раз об одной из них будет идти речь кроме того топос поддерживает экскурсоводов которые сейчас остались в основном все без работы и вот такой сайт позволяет им показывать вам свои работы делать видео экскурсии таким образом продолжать оставаться в профессии спасибо спасибо вам дорогие что вы понимаете что вы находите время заглянуть на топос посмотреть экскурсии оставить добрые отзывы нашим гидам и вот начнем мы с вами с новых экскурсий из тех экскурсий которые вы найдете на главной странице прежде всего хочу напомнить что на главной конечно же как всегда лежат все те экскурсии которые шли на топос тв на прошлой неделе то есть если вы не успели посмотреть экскурсию в прямом эфире вы всегда можете посмотреть ее в записи на следующий день и стоимость просмотра всего лишь 150 рублей но есть и те экскурсии которые на топос тв у нас не попадают а сразу становится на главную связано это с тем что топос тв не резиновый авторов экскурсий очень очень много и не все можно провести через прямой эфир да к тому же некоторые экскурсии сразу созданы в записи то есть сняты и смонтированы и вот наш молодой но очень талантливый экскурсовод из стамбула клара хидырова прислала свой очередной шедевр это древний город иерополис иерополис это один из древнейших курортов мира он был создан в 133 году до нашей эры и в белоснежных природных ваннах иерополиса купалась сама клеопатра иерополис это античный город на территории турции изначально принадлежал римлянам а теперь находится на территории современной турции и является главной достопримечательностью которую охотно демонстрирует туристом а мы приехали с вами в лакшери курорт который называется по мукале что означает белые горы хлопка это один из самых известных термальных источников он расположился недалеко от юго-западной части турции за счет невероятного количества карбоната кальция вода в источнике вот такая вот белая вот такая замечательная экскурсия ждет вас на главной странице стоимость просмотра 100 рублей продолжительность экскурсии без малого 30 минут следующая новая экскурсия на главный это новая зеландия наш экскурсовод светлана хорнби уже полюбилась видеопутешественникам многие отмечают что после экскурсии светланы делается очень приятно комфортно уютно на душе это действительно так светлана замечательная мама у нее трое деток она живет на маленькой ферме новой зеландии со своей семьей и вот как и все экскурсоводы сейчас естественно без работы и делает для нас замечательные видео экскурсии в этот раз светлана поведет нас в пригород города ротароа и предложит прогуляться по берегам реки где когда-то жила племя маури вы увидите изумительной красоты природу как написала одна из путешественниц который уже посмотрел эту экскурсию на главной странице сайта топос светлана наверное так выглядит рай здравствуйте дорогие мои путешественники солнечного вам настроения сегодня я вас приглашаю прогуляться вдоль небольшой реки кай кай тихуна около нашего красивого озера ротароа мы с вами находимся в самом сердце северного острова новой зеландии вот здесь очень красиво запах станет просто шикарный воздух чистый чистый прозрачный прозрачный но такой воздух здесь прямо насыщен ионами он на самом деле благодаря другим гигантам и это аллея мемориальная секвойя красного дерева я сейчас постараюсь передать вам всю масштабность мы сейчас с вами подходим к месту где собственно находится жемчужина всего этого парка и это жемчужина подводный источник подводный источник где бьет вода сейчас я постараюсь вам показать не уронив камеру ну и как я и говорила еще одна новая экскурсия на главный от русского гида от российского гида валентины виткаловой валентина выпускница нашего курса экскурсовод онлайн при том это гид с огромным стажем и опытом работы оффлайн но как и все профессиональные гиды сейчас находящиеся в трудном положении в смысле отсутствие полного туристов поэтому как и многие гиды валентина решила перейти на онлайн на видео экскурсии что делать с большим успехом и вот эта дипломная работа валентины которая представляет очень большой интерес не только потому что ее сделала очень опытный профессиональный знающий грамотный экскурсовод но и потому что место которое валентина нам показывает очень мало известно хотя находится она в принципе в черте москвы если смотреть на москву как на мегаполис то и тем не менее даже многие москвичи никогда там не бывали и это место не знают эта деревня троицы лыкова здравствуйте дорогие друзья сегодня мы находимся с вами на северо-западе москвы в одном очень интересном месте который носит название деревня троицы лыкова да да не удивляйтесь именно деревня на территории москвы сохранилось пять охраняемых деревень ну давайте все по порядку в троицы лыкове остались в основном деревянные избы конца девятнадцатого начала двадцатого века и здесь стоят в основном не образцово показательной дачи советских и постсоветских чиновников обычные избы пятистенки с наличниками на окнах да покосившимся сараем кроме прогулки по уютным улочкам этой деревне вы увидите также бывшую усадьбу раскинувшуюся прямо на берегу реки москвы увидите также подворье московского женского покровского монастыря которое сегодня занимает часть территории узнаете об именитых владельцах и удивитесь удивительному переплетению прошлого и настоящего которое таит это место эта экскурсия находится на главной странице сайта топос просмотр стоит 100 рублей и я приглашаю вас прогуляться по замечательной московской деревне троицы лыкова и поддержать нашу выпускницу валентину федоровну виткалов у ну а теперь я расскажу вам о том какие замечательные лекции ждут вас на этой неделе лекции у нас будет 2 в четверг состоится лекция священный топос ненцев который которую подготовила нам религиовед дарья егорова дарья уже тоже известно вам если вы регулярно посещаете топос вы знаете что даша молодой миссионер она ездит с миссионерскими поездками на крайний север в ненецкий автономный округ и есть две замечательных видеоэкскурсии на сайте как раз о ненцах а об их культуре об этих миссионерских поездках поэтому ненцы это предмет скажем так не только изучение для дарья но и предмет ее серьезной миссионерской работы которой она занимается и вот в этой лекции мы проникнем с вами немного в мир ненцев дело в том что для того чтобы проповедовать христианство другим народам нужно не только хорошо знать свою веру но и хорошо знать веру тех кому ты проповедуешь с кем ты общаешься нужно знать их мировоззрение понимать во что они веруют как они живут только тогда проповедь будет действенной говорит дарья и вот соответственно в этой лекции вы узнаете о том что в каждой тундре существуют свои священные места которые играют особую сакральную роль для каждого ненца история этих священных мест мест покрыта великой тайной и ненцы стараются не распространяться о своих святилищах не рассказывать особо посторонним чужим людям чтобы сохранить таинственность таинственность этого места однако некоторые священные места являются настолько посещаемыми что молвание их расходится довольно широко и что-то узнать можно особенно если как дарья быть в близком контакте с этим народом так что дарья приоткроет нам в этой лекции уникальные буквально уникальные сведения знаний подчеркнутые ей из жизни из общения с немцами с этой с этим удивительным северным народом проживающим на территории россии так что приходите обязательно напоминаю участие в лекции стоит 250 рублей лекция состоится по закрытой ссылке ссылка будет доступна вам 7 дней то есть если вы не успели к прямому эфиру то есть в четверг в 18 00 по москве вы можете в любое время посмотреть лекцию в записи а вот записаться лучше всего уже сегодня потому что лекция состоится только при наборе 30 участников давайте поддержим нашего молодого религиоведа нашу замечательную дарью егорову и запишемся на лекцию ну а вторая лекция не менее интересная она будет идти в пятницу вот уж действительно у вас трудный выбор да что выбрать в пятницу лариса мхитарян будет рассказывать нам об обычаях и традициях грузии но тут я думаю уже по названию все понятно действительно это очень интересная лекция лариса коренная жительница тбилиси поэтому грузинские обычаи традиции это не просто какие-то сведения из интернета это ее живая жизнь опять же и она рассказывает расскажет нам массу интересного и о свадебных и о новогодних традициях и о почитании интересном грузинских святых о приметах связанных с этим об особенность грузинского застолья много-много всего с очень яркими колоритными фотографиями даже звуковыми иллюстрациями так что мы услышим даже грузинское пение с вами еще раз прийти нужно уже сейчас на сайт топос записаться на эту лекцию заплатить 250 рублей и ссылка вам доступна ровно в 18 00 в пятницу начнется прямой эфир а потом в течение семи дней ссылочка будет для вас рабочей и вы сможете посмотреть лекцию в записи или даже пересмотреть ее еще раз ну а теперь пришло время рассказать вам о том что ждет вас на топос тв на этой неделе 23 марта во вторник мы отправляемся в город риме не кстати в городе риме не родился фредерико феллини поведет нас ирина гординская наш гид в италии и назвала на свою экскурсию риме не прогулка для души 24 марта мы окажемся в старом таллине который поразит нас самыми самыми красивыми уютными и характерными улочками готической архитектуры кстати старый таллинн является самым сохранившимся в северной европе средневековым городом так что вас ждет очень атмосферная экскурсия и замечательный экскурсовод виктория очень живой обаятельный интересный человек 25 в четверг новый экскурсовод топоса татьяна чеботарева поведет нас по следам святой женевьевы святая женевьева покровительница парижа еще совсем юной девочкой она отдала свою жизнь богу она спасла в свое время париж от голода творит очень много чудес и по сей день в этой экскурсии вы не только пройдете по местам связанным святой женевьевы но и посетите храм где хранятся мощи так что это будет очень насыщенная интересная и бесспорно полезная всем экскурсия 26 марта в пятницу мы отправляемся в копенгаген вместе с экскурсоводом татьяной клюкас экскурсия называется копенгаген купеческая гавань вы побываете в тех местах откуда началась история копенгагена кстати городу 850 лет вы увидите набережную вдоль которой когда-то селились древние викинги увидите одну из первых церквей города услышите истории об основателях города ну и конечно веселой истории из жизни современных копенгагенцев 27 в субботу вас ждет прямой эфир из парижа наш экскурсовод вероника откроет нам тайны квартала монсо в париже гуляя по этому кварталу как обещает вероника можно не только насладиться красотой изумительных парков но и открыть совершенно невероятные адреса вот такая интрига так что приходите за разрешением этих вопросов что за адреса и кто там жил узнаете на экскурсии 28 воскресенье в любимая ваша александра петрикова сандра прага ожидает вас на экскурсии градчаны монахи пивовары и невезучие дворяне как пишет нам сандра известно что короля делает свита уже в это воскресенье я приглашаю вас на прогулку по дворянскому городу в праге мой эфир не зря называется монахи пивовары и невезучие дворяне я расскажу правдивые истории подтвержденные фактами и развею легенды так что вот тоже экскурсия с интригой мы с вами ну как и все путешествия наверное имеем какие-то штампы представления городах и вот такие экскурсоводы как александра умеют открывать настоящую душу сущность города без туристических штампов так что приходите 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 точно будет интересно ну и теперь как обычно у нас на связи один из гидов топоса в этот раз с нами на связь выходит москва наш экскурсовод виктор сутармин как поживает моя родная москва какие новости у вас здравствуйте анна здравствуйте уважаемые зрители топос тиви приветствую вас из москвы а кстати может быть вам интересно что это за сооружение у меня за спиной это так называемый миллионный мост а если официально это ростокинский отведук одна из сохранившихся и самых главных частей первого московского водопровода этот мост был построен в царствовании александра первого и стоил более миллиона рублей почему его возникло такое прозвище миллионный мост что у нас москве нового ну вы не поверите но у нас весна вот всего полчаса как кончился снегопад но снежинки долетая до асфальта до покрытия сразу тают и вообще есть большая надежда что недельки через две у нас уже будет совсем совсем начало экскурсионного сезона впрочем на этом хорошие новости практически заканчиваются потому что ближайшие дни дума будет рассматривать законопроект о регулировании туристической деятельности в рамках этого будущего закона а весьма вероятно что он будет принят очень жестко будут регулироваться деятельности турфирм деятельности гидов экскурсоводов инструкторов проводников предполагается что надо будет каждые пять лет проходить аттестацию это все будет платная и короче говоря заниматься этим увлекательным делом станет не то чтобы не прибыльно но крайне неуютно и есть подозрение что многие лучшие представители профессии займутся просто чем-нибудь другим ничего себе и что же планирует предпринять московские гиды делается ли что-то для того чтобы как-то отстоять свои права вообще-то существенно что в связи с этим всем можно сделать ну вот уже почти год как был организован союз экскурсоводов с первой попытки принятия закона мы боролись насколько могли это было отложено может быть нам нечто подобное удастся и в этот раз хочется быть оптимистом если же закон будет принят ну как выразился не то князь яземский не то салтыков щедрин суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения даже запретов так много что государство замучиться за всем этим следить так что будем в той иной степени закон плавно обходить скажем так многие мои коллеги в период карантина ушли в видео формат собственно говоря можно снимать видео фильмы можно проводить стримы чем мы занимаемся и даже этим несколько увлеклись кстати пользуясь случаем могу пригласить вас на стрим который состоится 8 апреля он будет посвящен хитровской площади и ее истории тем как все это выглядит вообще эти места хитровка хохловка и ивановская горка это уникальный район москвы где сохранился старый город не то чтобы почти в нетронутом виде но нигде он в такой степени сохранности больше не обнаружится кроме как на ивановской горке так что приходите надеюсь вам понравится там гулять тем более я уже обещал вам что будет уже тепло будет наверное первая зелень раскрываться если повезет на веточках спасибо большое виктор друзья я приглашаю вас не полениться перейти на сайт топос пойти во вкладку страны и найти россию москву ну вот на этом я практически заканчиваю наш выпуск хочу только еще напомнить вам что на сайте топос есть такая интересная страничка курсы действительно многие экскурсоводы хотели бы работать с топосом но не умеют пока что не снимать не монтировать не делать прямые эфиры и вот топос еще в ноябре месяце 2020 года открыл курс экскурсовод онлайн у нас есть два курса полный месячный курс и короткий двухнедельный подробную информацию об этом можно прочитать на странице курсы у нас нет специальной даты набора вы можете начать заниматься тогда когда вам угодно обучение проходит через видео уроки и через живые занятия с педагогами по зуму мы приглашаем не только профессиональных экскурсоводов на наш курс а также тех кто любит свои края интересуется видеосъемкой хочет показывать и рассказывать напишите нам на вкладке курсы на странице курсы есть электронный адрес на который нужно отправить нам заявочку и кто знает может быть экскурсоведение онлайн станет вашей новой профессией дорогие друзья на этом пришло время попрощаться с вами я сердечно-сердечно благодарю вас за внимание и надеюсь что мы увидимся и не раз с вами на сайте топос всего вам самого хорошего хорошей недели до свидания